Два купола-близнеца, две абсолютно противоположные культуры дизайна. Один состоит из тысячи стальных элементов, другой из единой шёлковой нити. Один искусственный, другой натуральный. Один навязан окружению, другой сам его создаёт. Один придуман для природы, другой придуман ею самой. Микеланджело говорил, что глядя на мрамор, он видит фигуры, рвущиеся на свободу. Единственным инструментом Микеланджело был резец. Но живые организмы не вырежешь. Они вырастают. И в самых маленьких единицах жизни наших клетках, мы несем всю информацию, необходимую другим клеткам для функционирования и размножения. Инструменты тоже имеют последствия. По крайней мере, с начала индустриальной революции мир дизайна подчиняется законам промышленности и серийного производства. Сборочные конвейеры навязали нам мир, сделанный из частей, ограничив воображение дизайнеров-архитекторов, приучив их думать о своих объектах, как о совокупности отдельных частей, у каждой из которых своя функция. Но в природе вы не найдете сборок из однородных материалов. Возьмите, например, кожу человека. Кожа лица у нас тонкая, с большими порами. Кожа на спине толще, с маленькими порами. Первая действует главным образом, как фильтр, другая как защитный слой. Однако это одна и та же кожа, ни частей, ни элементов для сборки. Это система, которая постепенно изменяет свои функции, варьируя эластичность. Этот раздвоенный экран – символ моего раздвоенного мировоззрения, символ раздвоения личности каждого современного дизайнера и архитектора. Между резцом и геном, между машиной и организмом, между сборкой и ростом, между Генри Фордом и Чарльзом Дарвином. Эти два видения мира – левое и правое полушария мозга, анализ и синтез – будут появляться на двух экранах за моей спиной. Моя работа на самом примитивном уровне направлена на объединение этих двух мировоззрений, на отделение от сборки и приближение к росту. Возможно, вы задаетесь вопросом, почему именно сейчас? Почему это не было возможно 10 или даже 5 лет назад? Мы переживаем особенный момент в истории, редкий момент, когда слияние четырех областей дает дизайнерам доступ к средствам, которыми мы не располагали раньше. Вот эти четыре области – вычислительный дизайн, позволяющий посредством простого кода моделировать сложнейшие формы. Аддитивное производство, позволяющее изготавливать части, добавляя материал вместо того, чтобы из него вырезать. Инженерия материалов, позволяющая проектирование поведения материалов при высоком разрешении. И, наконец, синтетическая биология, позволяющая нам изобретать новые биологические функции, изменяя ДНК. Пересечение этих четырех областей – вот где творим я и моя команда. Перед вами интеллект и руки моих студентов. Мы разрабатываем объекты, предметы, конструкции и инструменты. От огромных по размеру, как, например, это рукоробот с 24-метровым размахом на движущейся платформе, которая скоро сможет печатать 3D-модели целых зданий. Данная на графике, созданной полностью из гены инженерных микроорганизмов, дающих свет в темноте. Здесь мы переосмыслили мошрабию, элемент древнеарабской архитектуры, и создали экран, каждое отверстие которого имеет уникальный размер, для придания формы, проходящим сквозь него свету и теплу. В нашем следующем проекте мы исследовали возможность моделирования накидки и юбки для показа мод в Париже с Ирис Ван Херпен, которые напоминали бы вторую кожу из единого куска, жёсткую по краям, гибкую на талии. Вместе с моим давним коллегой по трёхмерной печати, Тратосисом, мы напечатали эту накидку с юбкой без швов между клетками. И у меня есть другие подобные предметы. Этот шлем сочетает в себе твёрдые и мягкие материалы в 20-микронном разрешении. Это разрешение человеческого волоса. Такое же разрешение имеет томограф. Тот факт, что дизайнерам доступны аналитические и синтетические устройства такого высокого разрешения, позволяет нам создавать предметы, воспроизводящие не только форму тела, но и физиологическую текстуру наших тканей. Далее мы разработали акустическое кресло, которое одновременно может быть практичным, удобным и звукопоглощающим. С моим коллегой профессором Картером мы обратились к природе за вдохновением, и благодаря разработанной нами неоднородной поверхности сделали кресло звукопоглощающим. Мы напечатали его поверхность, исходя из 44 различных свойств, варьирующихся по жёсткости, прозрачности и цвету в соответствии с точками давления на теле человека. Эта поверхность, как в природе, обладает различными функциями, не в результате добавления или сборки из различных материалов, а как следствие непрерывного и щадящего изменения свойств материала. Но идеальна ли природа? Не разделена ли она на части? Я не росла в религиозной еврейской семье, но в детстве моя бабушка рассказывала мне истории из Танаха, одна из которых запала мне в душу и обозначила многие жизненные ценности. Вот её пересказ. На третий день Творения Бог повелел Земле произрасти дерево плодовитое, и не было у этого первого плодовитого дерева разницы между стволом, ветвями, листьями и плодами. Плодом было всё дерево. Однако у деревьев, растущих из земли, есть кора, стебли и цветы. Земля создала мир, состоящий из частей. Я часто спрашиваю себя, во что бы превратился дизайн, если бы предметы состояли из одной лишь части? Вернуло бы это нас к более совершенной стадии творения? Мы стали искать тот библейский материал, из которого было сделано топлодоносное дерево, и нашли его. Второй по распространённости биополимер на планете называется хитин, около ста миллионов тонн, которого ежегодно производится, такими организмами, как креветки, крабы, скорпионы и бабочки. Мы подумали, что если нам удастся повлиять на его свойства, мы сможем создавать мультифункциональные структуры из единой части. Так мы и сделали. Мы позвонили в сеть ресторанов Legal Seafood, заказали гору панцирей креветок, измельчили их и произвели хитозановую пасту. Путём изменения химических концентраций мы получили широкий спектр свойств. От тёмного, твёрдого и непрозрачного, до лёгкого, мягкого и прозрачного. Для печати конструкций большого размера мы построили управляемую роботом экструзионную систему со многими соплами. Робот по ходу изменяет свойства материала и создаёт эту трёхсполовиниметровую пластину, используя один и тот же материал, полностью пригодный для вторичной переработки. Когда куски готовы, они высыхают и обретают естественную форму при взаимодействии с воздухом. Почему мы вообще продолжаем работать с пластмассой? Пузырьки воздуха, образующиеся побочно в процессе печати, были использованы для фотосинтетических микроорганизмов, впервые появившихся на нашей планете 3,5 миллиарда лет назад, как мы выяснили вчера. Совместно с нашими коллегами из Гарварда и МИД мы ввели туда генетически созданные нами бактерии, способные быстро втягивать углерод из атмосферы и перерабатывать его в сахар. Мы смогли впервые создать структуру, постепенно переходящую из балки в сетку, а при дальнейшем увеличении в окна. Плодоносное дерево. Работая с таким древним материалом, одной из первых форм жизни на планете, используя много воды и немного синтетической биологии, мы смогли преобразовать структуру из панцирей и креветок в архитектуру со свойствами дерева. И самое лучшее в этом – способность биологически разлагаться. Поместите такие предметы в море, они накормят морскую фауну. Закопайте их в землю, и они помогут вырастить дерево. Площадкой для нашего следующего исследования по тем же принципам была солнечная система. Мы исследовали возможность создания жизнеобеспечивающей одежды для межпланетных экспедиций. Для этого нам пришлось удерживать бактерии и управлять их ростом. Мы изобрели свою систему элементов, подобную периодической таблице. Новые жизненные формы, компьютерно выращенные, аддитивно произведенные и биологически дополненные. Синтетическую биологию я представляю себе как жидкую алхимию, только вместо трансмутации драгоценных металлов вы синтезируете новые биологические функции внутри микроскопических каналов. Это называется микрофлюидика. Мы печатаем на 3D-принтере собственные каналы для управления потоком этих жидких бактериальных культур. В первой созданной нами одежде мы соединили два микроорганизма. Первым была цианобактерия. Она обитает в океанах и пресных водоемах. Вторая кишечная палочка находится в кишечнике человека. Одна преобразует свет в сахар, другая поглощает этот сахар и производит биожидкости, полезные для искусственной среды. Эти два микроорганизма никогда не взаимодействуют в природе. Они даже никогда не встречались. Здесь же их произвели впервые. Для взаимодействия внутри одежды. Посмотрите на это не как на эволюцию в результате естественного отбора, а как на сознательную эволюцию. Для удержания этого взаимодействия мы создали единый канал, напоминающий пищеварительный тракт, который помогает потоку бактерий и попутно воздействует на них. Затем мы начали выращивать такие каналы на теле человека, изменяя свойства материи согласно желаемым функциям. Там, где нужно было больше фотосинтеза, мы сделали каналы более прозрачными. Это пищеварительная система для носки, растянутая от одного края до другого, покрывает расстояние в 60 метров. Это половина футбольного поля. И десятикратная протяженность нашего тонкого кишечника. И вот перед вами впервые представленная на ТЭД наша первая фотосинтетическая модель, светящаяся жизнью каналы с жидкостью внутри одежды. Спасибо. Мэри Шелли сказала, «Мы незавершенные создания, сделанные лишь наполовину». Что, если дизайн мог бы позаботиться о другой половине? Что, если мы смогли бы создать структуры, дополняющие живые материи? Что, если бы мы могли создать персональные микробиомы, сканирующие нашу кожу, восстанавливающие поврежденные ткани и поддерживающие наши тела? Взгляните на это как на подредактированную биологию. Вся эта коллекция странники, названная именами планет, была для меня не столько претензий на моду, сколько возможностью вообразить себе будущее нашего вида на этой планете и за ее пределами, сочетать достижения науки с атмосферой таинственности и перейти от эры машин к эре симбиоза наших тел, микроорганизмов, которые нас населяют, наших продуктов и даже наших зданий. Я называю это материальной экологией. Для этого нам необходимо возвратиться к природе. Сейчас, как известно, 3D-принтер печатает материалы по слоям. Но мы знаем, что в природе это не так. Все вырастает, становится все более изощренным. Этот кокон шелкопряда, например, представляет собой крайне сложную архитектуру, дом, внутри которого происходит превращение. Современные аддитивные производства даже не приближаются к такому уровню сложности. Это достигается сочетанием даже не двух материалов, а двух белков в различной концентрации. Один служит строительной основой, другой – клеем или матрицей. удерживающий волокна вместе. И все происходит в разных масштабах. Сначала шелкопряд закрепляется в определенном месте, натягивая основу, а затем начинает наматывать плотно сжатый кокон. Напряжение и сжатие – две жизненные силы, проявляющиеся в одном материале. Для того, чтобы лучше понять, как протекает этот сложный процесс, мы приклеили крошечный редкоземельный магнит к предельным железам на голове шелкопряда. Мы поместили его в коробку с магнитными датчиками, что позволило нам создать это трехмерное точечное облако и показать важнейшую архитектуру кокона шелкопряда. Однако, когда мы положили шелкопряда на плоскую поверхность, а не внутрь коробки, мы обнаружили, что он плетет плоский кокон. И метаморфоза все равно происходит. Тогда мы начали создавать различные среды, различные остовы, и обнаружили, что форма, состав и структура кокона напрямую диктуется окружающими условиями. Часто шелкопрядов варят заживо внутри коконов. Затем их шелк разматывают и используют в текстильной промышленности. Мы сообразили, что с такой технологией мы сможем получать сырой шелк, не убивая шелкопрядов кипятком. Превращение произойдет успешно, а мы сможем создать все эти вещи. Так что мы увеличили масштаб процесса до архитектурных размеров. Мы подключили робота для наматывания образца из шелка и поместили его на нашу площадку. Мы знали, что шелкопряды тяготеют к более темным и прохладным зонам. И воспользовались траекториями солнца для выявления распределения света и тепла на нашей конструкции. После этого мы сделали отверстия для задержки лучей света и тепла, чтобы распределить шелкопрядов по всей конструкции. Мы были готовы к прибытию гусениц. Мы заказали 6500 шелкопрядов на сайте шелкопрядной фермы. После четырех недель откормления они были готовы для наматывания шелка. Мы осторожно поместили их на нижний край сетки. И по мере наматывания они окукливались, совокуплялись, откладывали яйца, и жизнь начиналась вновь и вновь, как у нас, но намного-намного короче. Баки Фуллер сказал, что напряжение – это великая целостность. И он был прав. По мере того, как биологический шелк наматывается на шелк, созданный роботом, весь павильон обретает свою целостность. И за 2-3 недели 6500 шелкопрядов наматывают 6500 километров. Удивительное совпадение – это также протяженность великого шелкового пути. Бабочка шелкопряда после вылупления откладывает 1,5 миллиона яиц. Их можно использовать для постройки еще 250 павильонов. Так что вот они, два мировоззрения. Одно наматывает шелк рукой робота, другое заполняет пустоты. Если последнее слово в дизайне – это оживлять предметы и здания вокруг нас, формировать двухстороннюю экологию, то дизайнеры должны объединить эти два мировоззрения, что опять же возвращает нас к началу. Перед вами новая эра в дизайне, новая эпоха в творчестве, которая уведет нас от дизайна, вдохновленного природой, к природе, вдохновленной дизайном. А для этого от нас впервые потребуется послужить матерью, природе. Спасибо. Огромное вам спасибо.